Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на канале МОСАРМ и это новое видео, в котором Виктор Евгеньевич Блуд ворвался к нам на тренировку. Ворвался он, сказать так, прям мощно, потому что мы с ним поборолись, мы с ним потренировались немножечко после борьбы, что очень специфично. Очень много, очень плохо, очень скользко. Виктор Евгеньевич, надо бы привыкать, да? Скользко к ситуации бороться. И на уставшего Виктор Евгеньевич решил побороться с каждым. Команда МОСАРМ выстрелилась в очередь, в огромную очередь. Это было очень круто. А Виктор Евгеньевич просто встал за стол и начал бороться каждого. Надо сказать, что в последний раз с Викторем Евгеньевичем мы боролись в начале 2023 года. Виктор Евгеньевич тогда показал отличную форму. Но что же с ним стало практически спустя полгода подготовки? Сегодня в этом видео мы это и узнаем. Также переходите по ссылкам в описании на канал Виктора Евгеньевича. Там мы боремся на руках, а также будет еще и познавательный контакт. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чаечек. Мы начинаем. Шок! Жесть! Виктор Евгеньевич блуд против команды МОСАРМ. Виктор Евгеньевич, отпустили по кругу? Я первый раз эту штуку одел. Пойду, у меня тебя перестает, укрой, поступать в руку. Шкак, отпустили по кругу. тренировку свою форму и решила проверить насколько масса вообще крепкая команда ворвался просто с двух ног это виктор генщик пожалуйста вы знаете ссылочки на его канал в описании заглядывайте там кстати еще два видоса обязательно посмотрите виктор генщик показал несколько своих упражнений которые я выполнил чуть не охренел это очень крутое упражнение вот и мы естественно поборолись сейчас мы используем секретные упражнения секретный просто гаджет который никто никогда не догадается вот за 11 команда она уже готова парни уже разогреты все на это наваливаем похожи на днис иванович шок 6 а виктор генщик будут против команды мосарм каким образом это будет происходить получается что парни образовывают круг виктор генщик получается в нем за стол для мастинга только подумайте написать что генщик пустили по кругу потому что сейчас вы увидите что из этого получилось мы сейчас посчитаем сколько побед у него будет ну вот же ну да так вот понравивая левая рука на правую доставит вот рука все равно трясется кстати то есть ну типа сколько у вас поединка хватит я не знаю нас я первый раз эту штуку водил вообще типа я даже не но мне кажется можно тут тут есть прикольный момент наверное не знаю сейчас посмотрим может она вообще мешать на самом деле она заставляет держать этот угол но кисточку нужно будет самостоятельно к торговать а я не знаю мне 20 что такое вот тогда тебе 18 парень обед круто я всегда так порос Кроватор перестает поступать, понял? У меня уже рука холодная. Я не чувствую эту самую, понял? У меня перестает эту кровь поступать в руку. 10 побед подряд и вообще у Витрия Генча нету равных. Как он это делает? Следующий, следующий, следующий. Она, по-моему, слезла. Что это такое? Это тейп. Рука травмирована. А, травмы. Следующий кто? Ну, тут типа нельзя выигрывать, тут как бы лусатая, солидарность должна быть. Ну все, спасибо. Все, до новых встреч, Витрия. Спасибо большое. Как по ощущениям рука? По ощущениям, короче, в общем, в чем прикол? Типа, ну, сначала вообще люто, а потом перестает кровь в кисть поступать, и она такая, типа, вот, ну, когда-нибудь садились на руку, чтобы подрочить, да, незнакомка? Ну все же так делали, да, нет? Ну ладно, мне рассказывали. Вот, короче, вот такое ощущение, типа, просто тут вроде держат, ну, естественно, потому что держат, а здесь прям тебе ее вот так вот, прям волокат. Ну, ладно, прикольно. Я видел Цыпленкова так тренировал, вот тренер, КТ, Размадзе, да, Размадзе, то есть он прямо тоже, там, ну, прям включался, типа, его грузил нормально. Мы когда в 2018 году в Ботаником, мы снимали, такая штука была. Только синего цвета, чтобы подрубашку никто не заметил. Пиздит он, здравствуй. Спасибо большое, было весело. Виктор Евгеньевич, вам спасибо большое. Мы только-только буквально обсуждали с Виктором Евгеньевичем относительно того, какой он был, какой он стал, как он добавил по выносливости, и, ну, 15 поединков подряд, извините меня. Ребята, ну, хорош, это очень крутой результат. Рука просто отвалилась, я понимаю, о чем вы говорите. Игорь Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, вообще, какие эмоции от тренировки в Моссарм? На самом деле, эмоции ожидаемо приятные, потому что я здесь не первый раз, это, наверное, моя тренировка уже четвертая, может, пятая. То есть, я периодически здесь бываю. Первый раз я сюда пришел перед знакомством с таким боссом, то есть, я походил сюда, по-моему, неделю или еще что-то, то есть, Вася мне там что-то показал. Вот, поэтому я знал, куда я шел, куда я пришел, и что меня здесь ожидает, какие эмоции. Удивлен тем, что очень сильно растет уровень, то есть, есть прямо очень сильные ребята заряженные, со здоровенными руками, то есть, которые прямо, ну, прямо наборотые-наборотые. То есть, тут есть и кого повтыкать, и кто тебя повтыкает. Василий мне пока не поддается, то есть, я уже на протяжении трех лет периодически к нему прихожу, то есть, пытаюсь его напрягать. Он охотно со мной борется, но пока мне не хватает навыков. Вот, вроде, говорит, сил хватает, не хватает навыков, но будем улучшаться. Вот, поэтому, в принципе, большое спасибо за гостеприимство, мусором. Ждем также с ответным визитом в Школе Дракона Дыхания Смерти. Ну, и будем стараться сделать эту школу на школу разбирательства, дабы повысить мотивацию и боевой дух рукосечников. Спасибо вам большое, будем ждать вас снова. От души, благодарю вас. Вот такой вот получился выпуск, друзья. Я хотел бы всех поблагодарить за вашу активность под видосами. Это вдохновляет меня и мотивирует делать еще больше видео. Двери нашего зала открыты, по ссылочке в описании будет наш сайт, где вы можете оставить заявочку и ворваться, так же, как Виктор Евгеньевич ворвался сегодня в наш зал по армрестлингу и начал бороться на руках. Также можете сделать вы. Для этого переходите в описание, переходите по ссылочке и до встречи за столом для армрестлинга.